Да, я в итоге взяла платье с цветами. Ты была права, оно лучше всего будет смотреться на мне. Класс, ну я же говорила, а ты упрямилась. Ну что, волнуешься? Ну есть такое, мне интересно, что он мне приготовил. Ладно, подруга, не буду отвлекать, удачи, держи меня в курсе. Спасибо, подруга, до встречи. О, Мишан, что такой красивый, куда собрался? Да у меня свидание, тебе не цыкай. Красавец. Снова променял все наши дела совместные на какую-то девку. Да ладно тебе, что ты начинаешь так опять? Мне сейчас совсем не доедут, потом поворчишь. Ладно, это все не важно. На самом деле, мне позвонили с нашим магазинчиком. Они снова привезли наши любимые макарошки, которые мы так любим, и на которых мы очень хорошо экономим. Может, ты митнешься, возьмешь сразу побольше, сэкономим, потом вкусом покушим. Оставь телефон, ты заряжаешься, тебе еще идти на свидание. Ладно, ладно, схожу я за твоими макарошками. Вроде это здесь. В настоящее время мы не можем ответить на ваш звонок. Пожалуйста, оставьте свое сообщение. Блин, его уже 40 минут нет. Привет, Вика. Мне вчера написала бывшая из Твери и позвала к себе. Я многое осмыслил и понял, что я не могу без нее. Я прямо сейчас уезжаю из Питера к ней навсегда. Прости, что так вышло. Миша. Миша. Аркаш, я купил макароны, которые оставались. Я их брошу на кухню, побегу уже. Аркаш, ау. Блин, куда он подевался-то? Ладно, пофиг, мне уже бежать надо. Миша, привет. Заранее прости за то, что тебе придется узнать об этом таким образом. Но, пожалуйста, пойми меня тоже. Я не могу сейчас пойти против мамы. Я очень люблю ее. А она против наших отношений, поэтому я приняла решение расстаться с тобой. Больше не звони мне, не пиши. Забудь меня. Спасибо тебе за все. Прощай. Абонент временно недоступен. Пожару. О, я смотрю, ты купил целый пакет макаронов. Красавчик. А что грустный такой? Ты меня Вика бросила. Тоже на знаки не отвечает. Ну и таким образом Миша и Вика получат друг другу сообщение о расставании. Слушай, а если они как-то свяжутся с друг другом? Я просто уверена, что кто-то из них попытается это сделать. Я заблокирую у Миши контакт Вики, а вы заблокируете у Вики контакт Миши. А на деньги, которые вы мне перечислите, я организую такую ситуацию, в которую Миша придется уехать из города. Тем более, он все равно не местный, так что это труда не составит. Хорошо. Пиши номер карты. И только после того, как ты все сделаешь, я перечислю тебе обещанные 500 тысяч рублей. Но учти, если ты и меня подставишь, ты понимаешь, что с тобой будет. И что делать теперь планируешь? Да хрен его знает. Я, наверное, сейчас поеду к ней, и они ее доходят. Хм, стоп, стоп. У меня для тебя есть новости гораздо важнее. Ты представляешь, мы с тобой целый месяц не платили за эту квартиру. И нас с тобой выселяют. Ты серьезно сейчас? Не угораешь? Нет, какие могут быть шутки, завтра в 9 утра. Сюда приезжают новые жильцы, и наши вещи должны быть собраны, упакованы и находиться уже за порогом. И чего? И куда мы сейчас? Так, все, ладно, успокойся. Все нормально, у меня есть знакомый. Я с ним уже договорился, его зовут Куэра, он чеченец. Сегодня вечером в 7 часов он приедет, заберет наши вещи. У него есть домик по Тверью, мы можем там перекантоваться, пока все не наладится. Нет, 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 нет. Почему все так микрохнуть можно? Успокойся, успокойся. Давай сначала соберем вещи. И смотри, поступил следующим образом. Сегодня, когда он приедет, ты с вещами поедешь с ним. Уедите туда. А я завтра утром в 9 часов передам ключи и доберусь уже туда своим ходом. Все, пошли собирать вещи. Да нет. Давай, 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 пошли, пошли. Может, как-то решим это, ну что, я не знаю, куда мы сейчас пойдем. Субтитры подогнал «Симон» Утонем ненасытной страсти.